Давайте. Атары. В Астрахани, в пригородных районах, это Нариманский, Приволжка, там Нагайцы в основном, а астраханские татары, они в основном в городе. Вот так. Пока все. Но они же торговали все время, поэтому они более городской характер у них там. Честно. Татары же преимущественно ремесленники были, они торговцы были, поэтому в городах селились. Но все-таки может, допустим, казанским ученым не совсем этого нравится. Но говорят, ну понятно. Раньше степняки были, а потом постепенно переходили на вот этот, на оседлый образ жизни переходили. Есть свои астраханские татары, они во что я считаю, они, свои астраханские татары, они выходцы из хазари, хазарские корни. Сейчас, секунду. Астраханские татары имеют хазарские подхожения, геном. И разумеется, и правильно сказать, татары, они торговцы. Понятно, занимались торговлей и уже начинается с 17-18 века они осели в Нижний Поволж, потому что река Волга и Девилгаса. Да-да-да, по реке-то там сплавлять хорошо товары. Абсолютно осели. Каспий, Иран, пирсидские товары. Абсолютно. Потом Русь подключился. А потом, допустим, революция, после революции очень много татары из Апасовского района, так как Амсюсинские детиши плыли вниз по Волге. Ас-кат-чаляр-сал, блядь. Так как Акчадара Булмада денег нет, они плыли в сал, блядь. Ну как сал на русском языке, как назвать? Плот. Плотом они были, да. Они приезжали в Астрахань и обосновались, потому что это была хлебосольная земля. Лето длинное, осень, зима короткая. Тут была всегда рыба, рис, помидор. Вниз по Волге плыли бедные ярлылары, многодетные. Они оселись именно вот этих пригородных колхозах, совкозах. Были богатейшие совкозы раболовецкие. Вот таким путем они спаслись от голодной смерти. Это после революции гражданской, гражданской войны. И разумеется, 1920-21 годы. Когда был повальный голод в Татарстане и Поволжье, вот вторая и третья волна пошла. Дальше. О, здесь это, да, вот этих нагайских, казахских, татарских селах были очень много преподавателей из Казани. Казань, казанские вузы, пединституты, училища педагогические. Готовили для них это преподаватели. У Катучи Ларна. Еще при мне говорили пожилые люди с большим уважением говорили. А вот наши учителя были из Казани. То есть казанские учителя оставили очень большой след в Астрахе. Очень большой след. Дальше. И, разумеется, все-таки надо вещи назвать своими именами. В Татарстане жизнь была она в 60-е годы. Ну, голода, конечно, не было. Но жизнь была она нехорошая. Ну, такая. Да. Очень низкий уровень жизни. Вот, да. И тогда вот, допустим, семьями переехали, семьями переехали опять же вот эти пригородные за совхозы, колхозы. И люди обосновались. Вот посмотрите, пожалуйста, вот по дороге остаются казахские, нагайские мазанки. Вот, пожалуйста, мазанки. Они, видимо, наверное, лет десять, лет пять-семь, еще совсем их не будут уже. Ну, ладно, давайте вернемся к основной теме. И потом начали строить Астраханский Газпром. И вот туда тоже посылали, допустим, окончание институтов или, допустим, люди сами приезжали на работу. И когда, допустим, я вернулась с мужем в Астрахан в 1985 году, тогда уже были единичные случаи, как и я. Вот тогда уже прекратился этот приток, прекратился. Да, еще хочу вам такой эпизод остановиться на таком эпизоде. Там ли, идут? Там пускай не правят. Нет, они там. На таком эпизоде. Ой, как красиво все-таки. Ну, да, интересно, очень интересно. Вот заброшена станция железнодорожная. И, допустим, татары плыли вниз по Волге. И там есть знаменитые место Татар-базар. Они только что приехали. У них никого нет. Они ничего нет. У них деньги нет. Алар сели там, где Татар-базар. И местные им говорили, «Глади меня мэнда Татар-базар, мэнда Татар-базар, они вам помогут». Действительно, килья нэр, алар на алганнар. Там или там, как наемная сила, или помогли. А, допустим, это Каздар-базар, где уж там четыре с пятнадцать лет уже взяли в жена. Даже были такие случаи, допустим, взяли пожилой мужчин, допустим, пожилой мужчин взял третью жену или четвертую жену. Были такие случаи. Еще и кто-то рассказывает, конечно, не совсем приятно, вот Каздар на алганнар ба-трап-кака. Но, тем не менее, если даже вот эти девушки, они были не совсем образованы, может, не совсем такие воспитаны, тем не менее, тем не менее, вот на этом фоне, на этом фоне, они все равно выделялись своим воспитанием. Они были мудрые. Татар-каздара нигде, да, выделяется. Они нигде не теряются. И очень быстро вот эти приезжие татар-ларьями завоевали авторитеты. Потому что они, может, могли попасть в раскулачивание. Ну, гражданская война же, революция же. Т.е. они ювелирные мастеры были, допустим. Мастера были в любом случае, у них какое-то ремесло было. И они очень быстро ожили. Ожили. Мы в 1989 году, вернее, даже конец 1988 года в Астрахани открыли татарское общество Дуслык. Вот тогда еще были уважаемые астраханские, так как интеллигенции, я их застала. Вот они говорили самые разные истории. Я их написала, у меня очень много, достаточно много материала уже по астраханским татарам. Так, отдельная тема, астраханские татары, татарское национальное общество Дуслык. Но в основе, конечно, начали восстановаться в конце 1988 года. Уже в начале 1989 года, январь месяца уже, по разворотам пошла работа. Первый это представитель Мавлюид Режипов, Мавлюид Хафизович. Конечно, он называл Ахтавуссан. И огромную титаническую трудность внесла в организации пензаказы, пензенской татарки Альфия Дулатова. И, конечно, Халак, Потоп, Кельды, вот буквально Кельды, и Шелеп Кельды, и Шелеп Кельды. В сток стояла национальная интеллигенция, как, допустим. И мне очень приятно озвучить имя. Жюйдет Абы. Фатхолин Жюйдет. Маликаш Дарович, очень интеллигентный человек. Ахьяр Абэй, это Измайлов. Дальше, местная нагайская татарка. Зельхайберапа Ишвердеева. Врач Софья Па Адулаты в Казанизамуддиново. Софья Па Гатаульна, они все имеют высшее образование. Педагогическое образование. Люди, допустим, это является костяком. 18 человек, их многих уже почти нет живых. Является это учредителем татарского национального ура. Это учреждение Дуслык. А еще я хочу отдельно подчеркнуть фамилии Кусаина Фаришада. Это истинный городской татарин. Конечно, очень много дел. Особенно, когда Аяк Пакуй Дек, это подняли газеты Идель. Так, если уж давайте немножко назад. Создались такие ансамбли, как Идель, Ялкен, Умрзая. Руководитель, это, допустим, ансамбль Ялкен, который создал. Это Софья Пагатаулина, первый руководитель. Это был первый татарский ансамбль в Астрахани. Ансамбль Умрзая Тельман Измайлович. Дальше. Если это газета Идель. Астраханский богослов, ученый Муфти, Рахман Гумари, учился в Казани. Был один из самых любимых учителей Шахабаддина Марджани. Сначала он учился в Казани. Потом остался в Казани работать. Шахабаддин Марджани. Когда Шахабаддин Марджани, это какие-то свои экскурсии или какие-то поездки в гости, он брал в том числе Шахабаддина Рахмана Гумари. Он вернулся в Астрахань. Он был в Астрахани и обосновал газеты Идель. Газета Идель выходила в 1997-1914 год. Одновременно он был Муфтием, богословом.